Я выхожу Ты еле-еле вылазишь Я последний вообще-то был Какое слово-то Всем привет Люди правы Всем привет, медведям не привет Знакомьтесь, это Алексей, это наш друг, он будет свидетелем А, это для блога? Да, я просто... У него на странице там Алексей Я шучу Удалит, вырежем В общем, мы прибыли в Грузию Я зашел за местного Да, Леха зашел за местного А я сразу говорил ему, учив пару грузинских слов А он даже Коварчева не выучил Но тут не очень много времени Мне надо, чтобы выучить Надеемся, что звук пишется охеренно Потому что у нас новая пушка Простем вот Вон там дом нефтицы Опа! Дом нефтицы, куда нам в принципе надо А может мы в него и зайдем быстрее? Нет Почему, Алексей? Потому что сначала я скиду свою сумку Я вижу пёселя Чё, пёски, ботинки переопутут? Сейчас ты её не обсал Ну, ты и пси Да, это не представляешь, как просто мне прекрасно стало Опа! Это же Жори на кроссовке Да? Да, да, да Жора, твои кроссы до сих пор живы Короче, развели на один ларик Ха-ха Очень хитро Невероятно хитро Да, но было прикольно Чувак сначала Сначала чувак сказал, что у меня крутые волосы Я сказал, ну окей Он сказал, а можешь нас сфотографировать? Увидел фотоаппарат Я сказал, ну окей Потом Он попросил Причём сначала подумали, что он просит на их фотоаппарат Да, да, да Потом я понял, что надо на свой сфотографировать Я его сфотографировал Он говорит, please send me типа фейсбук Мы говорим, блядь, окей Найдем тебя в фейсбуке хули Вот И только потом он сказал, блядь Пацаны, накиньте деньжат Вот Но мы рассмеялись, всё-таки накинули ему Один ларик Стивен Сигал Стивен Сигал от Лёхи О Короче, вот здесь живёт Лёха Это называется фабрика Хостла Мне нереально вкатывает Пылин юка Очень круто, да? Да Надо было новый брать с собой Надо было новый брать с собой Полюбас тут он бежда там катает Ха-ха-ха-ха Здесь у нас на разливы, но домашняя То есть не заводской Маленький раз не пройдёт Верла Эпп Давайте Давайте Ну то есть как эти Кинзимараули Полусладкая есть Кинзимараули на разливы Есть Хончикара на разливы И розовая полусладкая ещё Просто первый раз у нас О А кинзимараули всегда было Слохо уехать Пусть всё Мне очень нравится Сколько она стоит? Девять ларишь стоит Кинзимараули Давайте Ну живую розовую Хончикара и розовую Ну хончикаре дороже начинается с 30 лет Потому что Самых из редких считается Очень мало производится А розовая стоит 13 Если хотите попробую Давайте Лёгкая Лёгкая? Там четыре сорта Вау Вау А я же говорил кинзмару Это розовая дам из Хэй Орши Очень вкусная Я по-моему Вкуснее это и не пробовал В общем Понятно Да Глузи ради вин стоит Нельзя Не только Не только Девушки Очень красивые Да Ответственно заявляют Это лучшее вино Что я пробовал в своей жизни Я уже люблю эту страну Здесь Охеренно вкусная Хачкура И Просто Как-то легко ты Ну чё Скал Человек который в аэропорту Скал А бля мне здесь нравится Охеренно Ну Мне понравится Что я не выделяюсь То есть Я предлагаю Чтобы Алексей Был здесь В девять В десять В десять В десять Я в душу схожу А Окей Чтоб полотенце не забирать Хорошо За этого В девять Ну всё На этом заседание окончил Ну и чё Как думаете Пришёл Лёха к девяти Неа Говорит Дошёл до фабрики Но это там где он живёт Забухал И всё В общем к двенадцати до нас Только умудрился дойти Мы второй день в Грузии Сегодня мы идём на канатную дорогу И гуляем по старому городу Я не знаю жена Не знаю нет Вот И мы сейчас в парке Мы не знаем его название Не знаем его название Ну Вичи Михаили Зобра Если я правильно перевожу То это парк Михаила Зобра Максим Делает вид, что не знает грузинского О Кивай вода А вот это круто Если в парке есть Рубрика водичка Рубрика Есть? Да Нажми Да Есть Нищтяк вообще Заценено Мы идём вверх Не помню На канатную дорогу Не помню Сфокусироваться он не хочет Конечно Ну конечно Давай Короче Мы дошли до канатной дороги И оказалось Что Короче План был План был такой То что мы садимся на канатную дорогу Поднимаемся до самого верха И оттуда пешочком спускаемся Но наша Наша путеводная звёздочка Немножко ошиблась Теперь мы поднимаемся сюда пешком А спускаемся на канатной дороге Погнали Горы по колено Горы по колено Горы по колено Если держишь шаг Никаких потерь Просто наступает вред Время разложиться Мы поднялись По местам Волны по колено Волны по колено Могут и свалить Ой, держи удар Никаких потерь Просто наступает время Время разложить нашу жизнь По местам Время без забот Вспоминай июль 13-й год Текает поездка, ждет берег с окон Мы по серпантину нырли Я только что попробовал первый раз чачи Чача похожа, как по мне, на этот На токилку немножечко Вот, я снимал сейчас ресторан, в котором мы ели Чек тут будет где-то В общем, я знаю, как вам отписать, где я найду Это где скульптура из танцующих людей Матерщик друг друга за полку Проходите прямо и там увидите Так себе ориентиры получились Надо узнать, какая это улица Я себе ощущаю, как сказала бы моя подружка Наталья из золотой молодежи Кирова Время тусить Вот такое вот у меня состояние Мои ощущения того, что Ну, блин, круто Бля, сейчас выгинаешься Прям в небо выходил Тебе чача как Да она видишь уже это Ой, да все, блядь, ну что, ой, да она Не, ну ладно, серьезно, на тебе видно На тебе видно Вот я пью, о-о-о, нихерано, ты слышишь, если она так будет мчать И я тут что, о-о-о, красота какая Так, что вышло получается? Ну-ка, Алексей, скажи нам 8,50 8,50? 8,50, в одну сторону Вот, я с умным лицом сказал, что обратно поел на автобусе Ты спрашиваешь, что это страна нет, нет, спрашиваешь В какой страны? Слушай, а можно ее качать? Ну, кто-то делал, что я не могу Слушай, ни хераси Ну, тут хотя бы в воду пойдем, если что А так красиво Ну, ладно, она стоит там Да? Заткнись, нахер Подай, дай снять Это скала О-о-о, господи Это Что это? Это стена Это крепость на рекало Это крепость на рекало Которая входит в список ЮНЕСКО Я слышал? Крепость на рекало А какая дальше Я так и не п*** Что было нормально? Я пересчитаюсь к этой стороне Господи, как тут узко-то, а? Бля, я лучше бы смотри сюда Узко говорю Да Это бойницы Которые надо кричать Здесь никого нет Никого там нет Вы кто такие? Я вас не звал Идите нахуй Когда-нибудь мы запомним И научимся писать подсъемки На месте А не как сейчас Приходится записывать домой В общем, на третий день Мы пошли до крепости Дживари В общем, так Мы Нам все грозились доехать За тридцатку, б***ь Типа вас, б***ь И довезут И обратно И туда-сюда А-а-а На меня нападают мухи, б***ь Вот Да, ну мы, короче, доехали На какой-то маршрутке За 1 январе за человека Вот Если есть бабки Да, сейчас мы идем пешком вон туда Нас просто к подножью довезли Сказали, б***ь, за 1 январе нахуй Вылезайте сюда У нас, как бы, около дороги с ним Ну и взяли маршрутку до Куда Казбеги-Степан Да, что там Казбеги-Степан-Сминда Ху, б***ь Ну, как-то так Жарко, б***ь А-а-а, господи, они колючие Почему вы не предупреждали? Ну, чё? Мы дошли Перевели дух Да Он, Лехин, еврей, должен радоваться Лехин, еврей, еще не дал Ты нафига мне про рога напомнила Я про рога даже не... Ой, Даха, расскажи эту замечательную историю Очень замечательная история Мы поднялись Как храм называется? Опять забыл Святого Давида Святого Давида Там были сувенирные Был сувенирный ларек В котором продавали Ну, соответственно, сувениры Я очень давно хотел рог Именно, скажем так Рог изобилия Ушел от меня Рог изобилия На пол лица? Короче Рог изобилия Соответственно Увидев его Я сразу понял Что здесь я хочу его купить Захожу, спрашиваю Почем? Двадцать 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 с вами Постоял Вдруг Ну, в принципе Двадцать с вами Не особо много На наши деньги Настоящий, не пластиковый Настоящий Рог, да Коровий Вечер Ну, вечер Время спустя Проходим в центре Смотрим опять Рога больше Спрашиваю Ради интереса Почем? Двадцать пять За два Сука И вот у меня до сих пор Бомбит, блядь Думал, какого лешего Я решил Купил в первом же месте Где я только увидел И не решил посмотреть Где-то еще И вот у меня Прям внутренний еврей Кипит Теперь, блядь Из-за него Приходится Нахуй экономить Так бы на такси сели Да поехали Мы пешком добрались До монастыря Джавари Который ходит Список всемирного Наследия ЮНЕСКО Это крупнейший Памятник Средневековой Грузинской архитектуры Он был построен В шестом-седьмом веке И на том самом месте Где какой-то там Грузинский царь Встретился со святым Нино И поставили Там каменный постамент Деревянный крест Именно здесь До сих пор Стоит вот этот постамент Да Крест все Семенцы уже заменили И стоит вот этот вот монастырь Нам очень понравился Он очень красивый И всем Даже если вы Не религиозный Не верующий Все равно Мне кажется Это красиво Посмотреть на него Святого Нино И первый царь христианин Мирян Воздвигли большой Деревянный крест Восьмигранный постамент Креста По сей день Сохранен внутри церкви Возведенный На рубеже Леха Третий день в Грузии Я уже читать научился Я что-то сбил Ну ладно Продолжаем запись Короче Мы перекусили Сыр Сулугуни Сыр сулугуни И колбаса Немного И кингзмараули Кингзмараули Разливного Господи Это мастхеф Это лучшее вино Я люблю Красное И полусладкое И это вот Идеально Человек не зря Жизнь прожила Видимо Ваше мнение После перекуса И Дегустации Второстепенная Дисгустация Вина Только уже не дома На таком месте Вот Мы посетили храм Теперь Будем Возвращаться А возвращаться Мы будем Вот По этой Расщелине Смертельный номер Сейчас колесом Дониза поеду Давай Погнали Какие бля Неудобности С рюкзаком Очень тяжело будет Нормально Короче Ребята Можно колесом В принципе Только я курку потерял Нормально Музыка 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 Я не профессионал в архитектуре храмов, но мне кажется, храмы в Грузии очень сильно отличаются от храмов, хотя, казалось бы, да, и там, и там, православие, просто здесь какие-то они совсем другие. Без, знаете, обычно, ну да, заискали без грибонок, ну да, вот это именно то слово. Наши же храмы обычно нравятся либо католические, которые прям такие суровые, момента моря и все такое. Либо же, ну, наши мне не нравятся, короче, российские. Они слишком вычурные, а вот этот красивый, он заставляет задуматься о смирении. Мы были в каком-то хипстерском районе, и там все говорят, типа, крутая прическа. Еще мы свидетелей нашли. Да, еще мы нашли свидетелей. Нико, Николас, охеренно чувак. Лешке, спасибо большое. Ой, я его зажег. Ну, наконец-то, ну, наконец-то. Вот она, вот она, щеки твои. Спасибо тебе, вы его увидите завтра буквально. Если я, конечно, все с флешки сниму. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Мне кажется, девочка говорит, что там за кадром где-то должно быть стол с пироженками просто, типа, ух, колокис. Вот, фото с Ермольником. Когда Ермольник только сигарой курить начнет. Нашли фотку с Пчеловай. Подарили набор для рассолника. Мне кажется, нас выгонят. Ты же сам Монгратос там уже. Уж старший. Ничего себе. Внезапно. Он там младший же. О, это этот, по-моему. Или не он. Это Кобзон? Кобзон. Нет, не Кобзон. Это что, он нос сильно большой. Человек-ломаш. Простите меня, пожалуйста. Я говорю, буквально тот и вспомнил. Побаков, да. Так ты глянь. Первый после Бога. Господи, он снимает меня. А я снимаю его. И мой друг. Макер, боже. Что я делаю, Кобзон? Ты смущается? В общем, мы в музее Зуроба Церетели, современное искусство. Но у меня садится батарейка. А второй у меня взяли так, что прощай. Во всех вокзалах поезда. Всем привет. Это Нико. Это наш второй свидетель. Слово за двое. Господи. Вот. Он грузин. У нас будет один не грузин. И второй грузин. Хотя... Она шутки за 300. Слово за двое. Слово за двое. Спасибо. Руки за руки. Спасибо тебе большое, что выручил. Спасибо. Поздравляю. 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 Тебе, Лёха, что приедет. Поздравляю. 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 Первый раз в жизни. Говяжий язык. Наконец-то. Ну что? Немножко на Калину похоже. На Калину? На Калину. На Калину. А, господи. Я думал на Калину. Именно по вкусу. А? На вкусовые. Как всегда. Жируем. Это еще не все. Это еще не все. Это еще не все. А еще у нас тут очень красиво. В общем, возвращаясь к тому, что я говорил ранее. Когда-нибудь мы научимся записывать подвязываем на месте. А на данный момент мы записываем в Санкт-Петербурге. Потому что за все время, пока мы были в Грузии, мы так и не записали. Тяжело ли там пожениться? Рассказывай. Пожалуй, в Грузии это одно из самых легких мест для того, чтобы зарегистрировать брак иностранцев. Для этого нам понадобились два загранпаспорта со штампами о том, что мы приехали легально в эту страну, два свидетеля, перевод на грузинский язык и заплатить госпошлину. Мы заплатили в размере 90 лари, потому что мы захотели церемонии и в будний день. Если вы хотите просто расписаться без церемонии, то это вообще будет бесплатно. Если хотите выездную либо выходной день, то там, соответственно, будет немножко дороже. Вот. И все. Мы заключили брак, нам выдали свидетельство. В этот же день мы пошли, подали документы, чтобы нам сделали апостиль. То есть то, что брак действительный, да, и он действует во всем мире. Там тоже стоит денежку, в зависимости от того, как долго вы будете ждать этот апостиль. Так как мы уезжали через два дня, мы сделали его на следующий день. Это, соответственно, одна из самых дорогих. Одна из самых дорогих процедур по получению апостиля. Если вы приезжаете туда раньше, допустим, мы заключили брак и недельку еще в Грузии, то вам это обойдется дешевле, если вы будете несрочно этот апостиль ставить. Сейчас, конечно, боюсь соврать, по-моему, ну типа через неделю это будет стоить двадцатку, в этот же день сотку, а на следующий день семьдесят. Да, мы заплатили семьдесят. Мы заплатили семьдесят, да. Ну и все, в принципе, мы приехали в Россию, перевели, нотариально заверили, и все. И с этим нотариальным переводом мы уже здесь получаем, меняем, я меняю наши документы. Ну, в общем, и это получается, сколько мы заплатили? Еще, по-моему, тысяча три мы заплатили за перевод уже здесь в России. Но нам, не знаю, насколько правда, нам сказали, что лучше переводить в России, потому что если сделать перевод в Грузии, потом здесь в России, его считать недействительным, и, короче, еще раз переводить нам придется. Поэтому мы не стали рисковать. Там какая-то заморочка с этими, с нотариусами. Да. А теперь самая охерительная часть истории. В России я пошел с паспортом, говорю, добрый день, я хочу поставить апостиль. Ой, фу. Говорю, штампы о браке. Мне говорят, что вы приперлись в МФЦ? Я говорю, меня отправили отсюда из ЗАГСа. Они говорят, ничего подобного, мы здесь печать не ставим. Приходим обратно в ЗАГС, в ЗАГСе нам говорят, так вам надо не в МФЦ, а в ФМС. Мы пошли в ФМС, где нам сказали, что что вы сюда приперлись, если вы прописаны в Сибири вообще. Мы говорим, ну живем-то мы здесь, в Санкт-Петербурге. Они говорят, а где именно? Мы называем адрес, нам говорят, типа, а, ну тогда вам надо не в это отделение, центральное отделение по московскому району, а в отделение, которое занимается именно вашим адресом. Прихожу туда, мне говорят, ну оставляйте паспорт, через двое суток мы поставим печать. Я говорю, блин, я расписался, получается, мы поженились быстрее, чем мне поставили просто печать. Но это не самое охерительное. Самая охерительная часть истории в том, что, когда я пришел забирать свой паспорт, мне сказали, сорян, пацан, мы накосячили, короче, и поставили тебе штамп в графу дети. Вот, короче, теперь у меня испорченный паспорт, и я его пока не могу поменять, потому что я по другим бюрократическим причинам еще. Вот так вот. В общем, общая стоимость там 90 лари за церемонию, 70 лари за апостель, 30 за перевод и 3 тысячи за это. Вообще, одна из самых дешевых свадьб, наверное. Да. Мы потратили 30 тысяч. На все. На все. С перелетом. Вот. Это на трех человек. Это мы еще бухали каждый день. А! Короче, господи, Грузия, мы любим тебя. Не бойтесь, и не бойтесь, когда там выходить за рамки обыденности, да. Ого! Ого! Полегче, полегче. Ну, а к тому то, что если вы хотите брак заключить не в России, не нужно этого бояться, нужно искать какие-то возможности пути, все это легко реализовано. Да. Машина дороги. Помогите свою эфировку! Да. Песня parag해야etin! Особ wanting тех, кто. Потом... Нет течение людей находится. Да. Эthat они вместе. Да. Вы что-то желают на другое. ЭMC. У это мет�weg, ЭИ с опер Gest measuring. Мы вернем тебе вер visa за рамки. Субтитры подогнал «Симон»